доброго времени суток мои дорогие с вами евгения саженцева психолог практик также я теолог по образованию меня нередко спрашивают можно ли разводиться с нарциссом а еще говорят вот мне батюшка повелел терпеть мужа до конца жизни да несмотря на то что у него допустим какой-нибудь там алкоголизм или какие-то неизлечимые душевные болезни да вот сказали все равно надо жить вместе извините меня пожалуйста священники тоже имеют разное образование и те священники которые вас вот так вот дезориентируют и говорят неправильную информацию они просто мало разбираются так скажем в учении которым должны по сути разбираться и так как я училась на кафедре теологии то мы проходили этот аспект тоже в каких случаях можно разводиться да и сама православная церковь вам как говорится дает добро разводиться я тут недавно вообще нашла все свои конспекты вот у меня тетрадочка по догматике есть и хочу вам прямо зачитать чтобы вы знали это и не заблуждались чтобы вы знали по каким причинам в целом можно разводиться ну во первых конечно прелюбодеяние да если человек вам изменил вы имеете полное право разводиться от падения одной стороны от православия здесь все понятно да если человек перешел в другую веру вы имеете право развестись противоестественные пороки неспособность к брачному сожитию заболевание проказой или сифилисом длительное безвестное отсутствие осуждение к наказанию ну то есть имеется ввиду тюрьма посягательство на свою жизнь здоровье детей понятно да здесь знахачество вступление связь со свекром например сводничество если кто-либо из супругов занимается сводничеством когда например организует блуд для других людей предоставление жилья вот вы представляете да злонамеренное оставление супруга другим одного супруга другим душевная болезнь ну это понятно да вот например если у вас человек имеет психическое расстройство вы имеете полное право с ним развестись заболевание спидом медицинские засвидетельствованное хронический алкоголизм или наркомания совершение женой аборта при несогласии мужа понимаете да какой перечень вообще причин по которым вы имеете право даже церковь вас благословляет так скажем разводиться и если священник вам говорит дорогая терпи да это просто священник не разбирается учение так скажем церкви плохо учился на в семинаре или где он там учился друзья мы я хочу вам сказать одну простую вещь если вам с человеком плохо то вы должны разводиться а если вам плохо то скорее всего не просто так потому что вам плохо и вы что-то для себя придумали что вам плохо значит так и есть поэтому если вы в отношениях с нарциссом или психопатом то пожалуйста не надо на себя брать тот крест который даже богом вам не благословлен это не ваш крест это не ваша ответственность снимите с себя эту ответственность и живите нормальной жизнью хочу закончить на позитиве вот мы часто на лекциях говорили о любви до большая страсть рождает большую ненависть от похоти до ненависти один шаг не от любви один шаг до не до ненависти а именно от похоти и вместо любви может быть фантазия из человека делают идола вот все же уже давно я знала это все только сейчас когда начала заниматься психологии да когда уже стала и практиковать конечно все мои знания просто целом гармонизируют все это уже и по богословию тоже было давно сказано мы из нарцисса делаем идола друзья мои если так вот по честному это будет не любовь будет разочарование ну как мы и видим подлинная любовь которая приводит к браку люди живут в духовном мире когда люди находят друг друга как восполнение адам и ева такая любовь тихая что я уже говорил о своих видеоблогах мы любим иллюзии и жить без них тяжело о да в нормальном браке иллюзии отходят живут как одна плоть если брак состоялся только на основе страсти он обречен но бывает смесь наносное уйдет а брак останется мои дорогие я вам желаю настоящей любви тихой по духу может быть она начнется конечно же с примесью какой-то страсти потому что понятно что мы все грешны до самое главное чтобы когда у вас с этим человеком пройдут все эти страсти хоть что-то от ваших отношений осталось чтобы у вас было во первых уважение во вторых доверие друг другу да чтобы вы искали точки диалога ну и и не бойтесь пожалуйста что если все-таки человек не соответствует вашим моральным нравственным принципам если он изменил если он обладает психическими расстройствами не бойтесь пожалуйста заканчивать эти отношения не бойтесь тут бог вас не осудит спасибо